окей все запись пошла всем привет сегодня у нас 11 мая 17 года поговорим о программе все приступай всех привет меня зовут александр я работчик системы и толки для продавцов на амазоне что у нас будет скажу о чем вообще детальный обзор потом проведем для тех кто не в курсе и не смотри так я что-то сам себя ты зашел в видео может быть нет я не включал меня потом расскажу о том что у нас появилось нового с прошлого раза и также о планах на будущее но потом если будут вопросы отвечу на вопросы итак значит для тех кто не в курсе система позволяет мониторить продукты а именно позиции по заданным ключевым словам и второе это все остальные параметры которые относятся не базы знак товара причем независимо от того ваш товар или чужой все параметры которые можно выцепляют плюсом система является то что она не требует от вас каких-то ключей для доступа в личный кабинет продавца у нас или центром то есть вы просто регистрируете и начинаете работать для удобства проще проще всего поставить расширение для хрома потому что оно улегчает работу и ускоряет процессы добавления товара непосредственно с самого сайта амазон или там из селерс центра так но теперь более детали на примере уже давайте посмотрим что мы можем делать подойдем на амазон например мы здесь один из товаров этих товаров могут быть наши товары могут быть товары конкурентов ну допустим вот этот вот будет наш товаром мы его возьмем добавим с помощью расширения вот это вот addlink из my product добавили дальше выберем что вот этот вот наш товар он будет основным чтобы все последующие товары конкуренты добавлялись уже к нему ну дальше нас может заинтересовать там такой такой или такой там сколько угодно пока ограничение бета-версии 15 штук потом поговорим дальше уже о том что у нас будет будущем по ограничению так товары добавились то есть мы сейчас заходим ради моих продуктов видим что у нас вот наш товар основной все его анкетка подгрузилась буллеты цена даже определилась у нас сколько у нас в этом сто стоке то есть остаток на складе это позволит нам завтра уже оценить количество продаж того насколько изменилось число дальше вот наши конкуренты они тут видны мы их можем прямо в таблице сравнить что у них там есть сколько стоки бср цены и получить примерно картину ну вот тут видно что цена примерно соответствует дальше небольшая аналитика тут по качеству анкеты и детальные данные детальные данные там по миссеру отзывам и так далее здесь будет динамика прослеживаться пока вот сегодняшние данные эти данные будут обновляться ежедневно строятся графики вот например мы можем дальше отслеживать позиции нажимаем где нибудь здесь вот ну например вот это вот там его для них это watch list определился у нас кейворд баланс диск мы его добавляем отслежив если зайти теперь раздел кейворд трекин ну вот он у нас на семнадцатой позиции поскольку этот запрос у нас мониторился уже довольно давно то мы видим всю историю изменения товара то же самое по нашему основному товару пусть вот этот вот тон мы его так же будем отслеживать на нем пока данные появились вот относительно свеженький товар судя по всему по крайней мере в этом видео раньше не было это к примеру так Так, один еще из важнейших критериев – это отзывы. И любой товар, который отслеживается либо в моих продуктах, либо еще где-либо, например, вот здесь вот, также по нему отслеживаются все отзывы. Причем именно текст отзывов. То есть мы всегда знаем, что у нас изменилось, что добавило, что удалилось. Амазон удаляет отзывы, и мы будем знать, какой именно удален. Для этого я специально обратил амерты. И вот здесь вот можно, среди прочих амертов, отфильтровать отзывы. То есть вот мы видим, что вчера по данному продукту был добавлен такой-то образ. То есть тут довольно много всего, что может быть полезным. Так, ну вот это вот, мы сейчас краткий обзор мы провели по системе. Дальше хотел бы рассказать, что у нас изменилось с того выпуска, с прошлого обзора. Прежде всего, это поддержка европейского амазона. Я думаю, те, кто пользуется системой, уже заметили, что у нас появился такой вот переключатель зоны, в которой мы работаем. И, собственно, индикатор. В каждом разделе видно, где мы находимся, где находится товар. То есть видно, что это американский амазон, это немецкий. И мы переходим на тот немецкий. Точно так же по европейским амазонам отслеживаются все те же параметры, включая продажи, отзывы, изменения анкеты, товара, листинга и так далее. Проведена довольно-таки большая работа, потому что там есть свои нюансы в каждом из этих амазонов. Это не очень заметно, но, тем не менее, работа была существенная. Также стоит отметить, что система теперь работает на другом, более надежном, мощном сервере. То есть был совершен переезд всей программной части, что также должно повысить общую надежность. Ну и несколько мелких ошибок исправленного, которые были выявлены в процессе работы бета-версии. Да что спасибо, в общем, тем, кто принимает участие в тестировании. Так, теперь по планам. Какие есть планы дальше? Это доработка интерфейса, ну, более удобные какие-то вещи. К примеру, массовая загрузка товаров, чтобы не по одному там, возможно, каким-то списком. Далее, новые отчеты на e-mail, которые, да, о которых я сейчас не сказал, но вот эти все алерты, которые есть в системе, они также могут быть продублированы на почку. И вот есть ряд полезных отчетов, которые приходят ежедневно. Возможно, появятся еще новые. Ну, скорее всего. Естественно, все это настраивается, и можно выбрать, что вы хотите видеть только в системе, что вы хотите получать на почту, либо туда и туда, либо никуда. То есть лишнего, чтобы не слать, не надоедать, а получать только действительно нужные отчеты. Так, ну и долгожданная функция, которая пока еще в таком зачаточном состоянии, это вот то, о чем мы говорили в тот раз, отслеживание, точнее, поиск ключей, по которому находится тот или иной товар, для того, чтобы узнать вообще, по каким ключам мы ранжируемся. То есть то, что было бы полезно, я так понял, довольно многим. Это тоже планируется, но это такая программа, скорее, уже на лето. Вот. В июне, вероятнее всего, бета-версия уже будет как бы завершена, и, видимо, мы запустим уже продакшен. Вот. Пока как бы вот такие планы. В принципе, дальше готов ответить на вопросы. Ну и да, вот Владимир написал, что данный софт помог найти, какой отзыв удалили, и проанализировать почему. После удаленного отзыва. Так что если у кого есть какие-то комментарии по программе, претензии, наоборот, что-то не понравилось, или что-то понравилось, на что упор может сделать, вот, тоже пишите. Сколько ключей сейчас может отслеживать? Сейчас... Дмитрий спрашивает. Ну, ограничение стоит 15 ключей. У меня уже спрашивают довольно часто, как бы расширить эту возможность. Но вот сейчас вот уже как раз занимаюсь этим вопросом, тем, чтобы уже какие-то ввести новые тарифы, которые позволят, ну, выбрать необходимое количество. На будущее, в любом случае же будет бесплатный какой-то, правильно, минимум? Вот эти 15, 10, 5, что будет? Будет. Пока вопрос подвешен, надо посмотреть. Ну, да, будет минимум какой-то обязательно. То есть это... Потому что те люди, которые прикрепились, они в любом случае, чтобы понимали, что, ну, даже сейчас кто-то захочет на эту программу попробовать ее, чтобы понимали, что они сейчас там разбираются, там, неделю, две, месяц привыкли, а потом сразу раз и плата, например. А человек еще, ну, не заработал этих денег, чтобы там тратить на все эти... один-два ключа, три хотя бы индексировать уже необходимость. А уже действительно кому надо профессионально этим заниматься, то есть в больших количествах, то уже, конечно, это уже другая история. Да. Поэтому обязательно будет бесплатный тариф и для тех, кто уже сейчас успеет зарегистрироваться и, ну, начать работу до запуска официального. Помогает нам тестировать программу, так скажем, да? Да. То там еще будет, видимо, либо скидка, либо еще дополнительное какое-то, может быть, время. Я предлагаю это именно сделать на повышенный тариф просто. То есть, например, как Амзеван делает, у них нет скидок, у них есть просто... То есть человек оплачивает минимальный тариф, а получает средний. То есть вот такой вот формат, мне кажется, самый правильный. Но это в любом случае тебе решат. Да, ну что-то, в общем, в первенстве в любом случае будет, так что... Лучше подключайтесь сейчас. Это логично, в принципе. И потому что чем будет больше трафик, тем будет, как правильно сказал в прошлый раз, интереснее работать, во-первых, с массивом информации, правильно? Потому что когда его нет, движения нет, непонятно, где проблемы, тонкие места. И, во-вторых, будет понятно, действительно, объем, спрос и... Какие мощности надо использовать на это дело. Так, вопросы. Сколько ключей мы уже ответили? Что еще? Никаких там проблем не было с программой? То есть вот, например, там количество людей, когда увеличивается, в любом случае какие-то тонкие места образовываются, так понимаю, серверы поменял? Да-да, там пришлось взять помощнее уже. И используя я прокси-сервера, их тоже надо будет... Ну, то есть пришлось их количество увеличить. Ну, и оно будет расти и постепенно увеличиваться. То есть этот процесс наважен и просто необходимо будет докупать новое-новое. Раз в приеме расходы как бы есть. Понятно. Планируешь изменения, вот те, которые только назвал, больше пока никаких таких кардинальных дополнений не собираешься, да? Ну, вот да. Кардинальных вот прям сильно не будет, потому что сейчас надо запуститься, пока есть упор как бы на биллинг и тарифы. Я понял. Чтобы наработать эти все вопросы четко. У нас сейчас, получается, это США, это Англия и Канада. Не работает Англия и Германия у нас, получается, да? Англия, США и Германия, да. В принципе, сейчас механизм для подключения до других зон, он реализован. То есть необходимо просто будет для подключения какого-то еще, например, индийского Амазона, еще что-то там, сесть там пару дней, проработать их особенности. После этого можно будет... Ну, индийский, японский – это какое-то извращенство. Пока, я не знаю, ни одного человека не сталкивалось. Ну, ты там... Пока на данный момент... Ну, то есть мало очень людей. Индийский вообще ни разу не слышал. Японский есть знакомые, но мало. Ну, вот. Индийский вообще нет. Вот вопрос нам задали. Спонсор позишен будет ли работать? В принципе, я так думал, что он работает. И, ну, насколько я видел, он работает. Если какие-то сомнения или неточности, то, наверное, ну, надо написать. И будем разбираться индивидуально там. Короче, поддержку в саппорт пишите. Ты в любом случае можешь оставить свои координаты, контакты, чтобы люди лично спрашивали, какие-то там вопросы будут и так далее. И я хотел бы еще, знаешь, спросить. У нас проблема с PPC была. Точнее, она еще не доделана. А как будет оплата происходить? Потому что заграничные буржуйские сайты, они привыкли как? Людей подсаживать в карточку. Там бесплатный какой-то тариф. Люди забыли отцепиться. И с них деньги пошли. Вот. А ты как планируешь собирать? С PayPal, с Pioneer, может быть, принимать деньги? Или еще с чего-то? Я думаю, какой-нибудь тот чек-аут. Там можно будет выбрать либо карточку, либо PayPal. На подписку так, наверное, сажать не буду. Прямо жестко. Это... Нет. Просто каждый оплачивает там тот период, тот тариф, который хочет. Дальше там я уж буду слать уведомления о том, что заканчивается. Ну, мне кажется, здесь такой надо компромиссный вариант. Когда человек на бесплатном сидит и резко переходит на платный, это, конечно, достаточно жестко. А когда человек оплатил тариф, ну, мне кажется, он должен сам отцепляться. То есть это, мне кажется, логично. Потому что, ну, вот мне каждый раз будут присылать, я буду каждый раз забывать. Я на Амазоне работаю не месяц, а годами, грубо говоря. Вот. Из-за этого, если человек уж перестал работать на Амазоне, уж отцепится. Думаю, не проблема. С PayPal я не знаю, как это будет происходить. Ежемесячная оплата. Напоминание постоянное. Ну, можно же оплатить сразу на полгода и забыть. Ну, мало у кого столько денег есть. То есть, ну, в принципе, да. Там скидка, наверное, в любом случае будет. Так, следующий вопрос. Супер URL генератор не планируете. Ну, а зачем он нужен, в принципе? Нет, это как бы не вписывается в формат. Это везде, да, пропал. Нет, это вообще нигде нет, на самом деле. Единственное, есть люди. Игорь обещал нам написать, как они это делают, но что-то все забывает. Я ему напоминаю. Ну, вот в понедельник он у нас будет. Думаю, подготовится. Так, я Амзе Ваном пользуюсь. Ну, я не знаю, просто я супер URL полгода не пользовался. Вообще, зачем он, в принципе, нужен? По любой системе, как бы это там ни было, мне он не нужен. Опять вернулись к купонам свои раздавать? Там 10% скидка, там все вот это вот, ну, не знаю. Или там свою фейсбук-группу раскрутить хотите, там, с одним товаром? Ну, у меня мало людей, знакомых, у которых там десятки товаров, именно такая линейка, чтобы туда зашел человек и был заинтересован тусоваться в этой группе, чтобы что-то там уловить. У меня много огромных там магазинов, мне там запарили они там рассудкой своей, я от них отцепляюсь. И там много всего там интересного. А просто обычная фейсбук-группа, раскрутка ее, ну, не знаю, мне кажется, это не наша история, по крайней мере, на данный момент. Из-за этого я не особо вижу, в принципе, супер URL был интересен только тогда, когда работали бешеное количество раздач по купонам. Сейчас даже если это идет, даже идет специализированные группы, даже не с большой скидкой, с маленькой скидкой, вот. Это все равно настолько маленький спрос на это, что просто нецелесообразно. Тем более есть, опять же, Амзуа. Кому нужен нормальный, правильный, самый лучший в этом отношении генератор супер-юрлов, это Амзуа. Это, мне кажется, однозначно. Некоторые им просто не пользовались и не знают, насколько он хорош. На самом деле он достаточно хорош. Проверяли раньше, конечно, тут постоянно все меняется. Проверяли раньше, и он каждый раз генерирует новый супер-юрл. Как некоторые программы, например, они делают просто один супер-юрл, и он нехороший. А здесь именно все нормально работает. Какие еще вопросы? Что-то совсем грустно. Расскажи еще что-нибудь про программу, может, ничего интересного. Какие-нибудь нюансы, может быть, забыл в прошлом ролике, наверное, пересматривал что-то, может быть, уточнить по функционалу, или какие-то вопросы тебе постоянно задают в поддержку, например, как вот это сделалось, или как вот это сделалось, может быть? Да вот, честно говоря, прям вопросов-то и не задают. Видимо, все понятно. Обратите внимание, может, чем-то мало пользуется, наоборот, то есть недооценивает и, может, не понимает, наоборот. Вот это как раз то, что хотелось бы услышать, что-то фидбэки. Сам-то я, конечно, пользуюсь, и у меня есть там пару продуктов, которые, да, действительно очень удобно. То есть почему я вообще стал заниматься этим? Потому что мне хотелось получить удобный мониторинг, то, как я это вижу. Поэтому я проработал этот вопрос детально, и теперь мне, наверное, на почту приходит все то, что мне нужно. Вот это, я считаю, основная фишка. Ну, подытож, вот что конкретно? Тебе приходит на почту удобство, то есть твой рабочий день, например. То есть с утра ты встаешь и смотришь, что конкретно? С утра я смотрю, встаю и смотрю почту, а там уже лежат несколько писем, которые, в основном, меня интересуют это продажи, то есть то, сколько у меня было продаж. В Амазоне в личном кабинете можно это посмотреть, конечно, да, но каждый раз туда влазить неудобно. Амазон не сообщает о том, что у тебя новый отзыв. Опять же, это полезно знать, и когда приходит новый отзыв, мне интересно почитать его, вот, что там пишут. Нет, опять же, приходит вот прям сразу. Ну, прям утром, за вчерашний день у меня отзывы есть. И опять же, что касается изменений цен конкурентов или их там. Например, если товар у конкурента закончился, то опять же, то есть на складе у него нет, вдруг исчез. Для меня это определенный плюс, это сигнал к тому, что я могу там немножко цену поднять. Тоже полезно. Изменение цены у конкурентов также как бы может влиять на то, что я ставлю. Ну, то есть вот такие вещи, которые всегда под рукой, они реально удобны для того, чтобы оперативно что-то менять. Ну, и реагировать. Вот это вот основное, как бы. Понятно. Ну, в принципе, я смотрю, активности особо нет. Кто работает, наверное, просто тихо работают, все понятно. Никаких таких нюансов нет. Я из-за этого думаю, наверное, сегодня тогда закончим. Пару минут еще подождем. Программу. Принципы объяснили. Новости рассказали. Так что нужно работать. Да и все. И рекомендовать знакомым, если это интересно. А в свою очередь ждем фидбэки, отзывы. Владимир, лучше пошла работа с отзывами. Вот, то есть, в любом случае, польза какая-то есть. Аналогов нет. Это очень полезная программа. Остальная информация больше для информации. Вот. Но в любом случае, у меня есть, конечно, вопрос к этой программе. То есть, я сам лично, так скажем, наверное, не люблю на это самое, лишние деньги тратить на всякие программы, фичи, навороты и так далее. Мне кажется, профессиональный продавец, он как бы, ну, я, конечно, не надо путать, когда у тебя 100 товаров и 10, или один. То есть, это, конечно, разный объем информации, объем часов затраченный на изучение информации, переработку информации, там, наемные работники и все остальное. Это понятно. Я говорю про средний вариант, там, например, до 10 товаров, и ты уже как бы достаточно опытный продавец, приличное количество времени с ними работаешь. То есть, тебе, ну, я не знаю, ну, ты, вот я лично открываю, например, продажи. Ну, есть там, кругу говоря, 60, там, продаж в день, там, посмотрел, какой товар, там, что продается. Это, в принципе, удобно и в программе, мне достаточно удобно и в амазонском аккаунте. Ну, просто непринципиально. Посмотрел товарные остатки, вот, то есть, все вот это посмотрел, из-за этого я пока на данный момент чуть-чуть недопонимаю таких вот вещей, связанных с серьезными преимуществами. Вот я понял преимущество именно по отзывам. Я понял то, что товарные остатки можно парсить, так скажем, у конкурентов. Ну, надо думать, в любом случае. Так, значит, Денис пишет, отслеживая удаление изменений отзывов, особенно часто бывает, что вносит корректировку в отзывы, например, публику пятизвездочный отзыв, а затем меня его добавляет фото с дефектом. А добавляет фото с дефектом. Ну, так говоря, работа с отзывами такая вот. В любом случае, программу будем по желанию предлагать, рассказывать. Я уже говорил, что мне надо. Я, потому что пользуюсь вот в основном это для меня, что рутинно очень много работы тратится это на поиск товаров жирных ниш по критериям. До сих пор я не нашел ни одной нормальной программы и все еще в ручном режиме. До сих пор. И свою таблицу веду таким же образом. Вот. Ну, это достаточно убого, мягко говоря, и затратно по времени. Вот. Но все программы, которые мы не делали, что-то не проверяли, в любом случае, у них какие-то большие, ну, такие серьезные изъяны, потому что мы им даем категорию, даем цены, даем вес там, ну, даем все, все, что можно, и он не находит те товары, которые мы сами знаем. Вот. Но он, с другой стороны, дает что-то, может быть, еще. Особенно это касается новинок. Ищем кейворды, типа Keyword Inspector, парсим кейворды, фидбэки делаем, то есть, ну, в принципе, все. Так, еще важный момент, отслеживать вопросы, которые задают к продукту. Оно с этим тоже справляется. То есть, короче, обратная связь, в первую очередь, программа по обратной связи получается, да? Да, то есть, тотальный мониторинг, чтобы быть в курсе событий. То есть, если у тебя очень много товаров и идет динамика, вот это вот, то получается, действительно, нужная вещь. Так что, вот, я говорю, потихонечку представление складывается. все ясно, ну, я смотрю, в принципе, кому было интересно, я думаю, пришли, в любом случае, в запись, как обычно, все посмотрят. Понедельник у нас будет, понедельник будет, Игорь Кустов рассказывает про форум. Я думаю, что-нибудь по этому поводу расскажу, свои впечатления. Я в прошлом году на форуме не был, смотрел онлайн, вот, у меня есть свое, как бы, сложившееся впечатление об этом деле. Вот, он расскажет, как оффлайн это все происходит. Вот, будет там, обещает разыграть один бесплатный вход на форум, кто живет в Киеве или рядом. Думаю, будет интересно лишний день сэкономить. Вот, так что, приходите. Вот, в принципе, и все. Всем удачи, всем пока. Всем. Спасибо. Спасибо.